Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о особенностях подачи касационной жалобы. И это вводный разговор, мы много об этом говорили, но сегодня я хочу охватить основные моменты для тех, кто впервые сталкивается с касационным обжалованием. Дорогие друзья, перед тем как мы перейдем к этому серьезнейшему разговору, хочу напомнить, что если у вас есть необходимость в подготовке исковых заявлений, проведении консультации по тем или иным юридическим вопросам, составлении апелляционных касационных жалоб, пожалуйста обращайтесь, всегда с удовольствием поможем. Итак, дорогие друзья, касационное обжалование это второй элемент обжалования судебных решений после апелляции. Необходимо понимать основные правила касационного обжалования. И первое правило, приступать к касационному обжалованию можно только после того, когда исчерпаны методы апелляционного обжалования. В связи с реформой, которая была проведена в 2019 году, у нас появились суды специальные, касационные суды общей юрисдикции, которые рассматривают свыше 90% всех категорий дел. И вот именно касационные суды общей юрисдикции будут первым судом касационной инстанции, куда вам следует обращаться, если вы, к примеру, проиграли в апелляционном порядке и вам необходимо обжаловать решение суда первой инстанции, либо решение апелляционного суда. Вторым звеном касационного обжалования является Верховный суд. Но отличие касационного суда общей юрисдикции от Верховного суда в том и заключается, что касационный суд общей юрисдикции занимается сплошной касацией, а вот Верховный суд это выборочная касация и далеко не все дела под ней рассматриваются, а только те, которые сочтет возможным судья Верховного суда. Итак, дорогие друзья, что же необходимо учитывать при подаче касационной жалобы? Прежде всего необходимо учитывать имеются ли основания для ее подачи. Основанием являются существенные нарушения норм материального права и существенные нарушения норм процессуального права. Также к тем основаниям, которые могут служить основанием для подачи касационной жалобы является также неправильное установление фактических обстоятельств дела и так далее. Хотя необходимо помнить, что у нас касационный суд не устанавливает фактические обстоятельства дела, но нарушение порядка их установления это все-таки основание для отмены или изменения судебных решений. Итак, запоминаем, касационный суд по общему правилу это суд права, а не суд факта. И основное отличие касационной инстанции от суда апелляционной инстанции как раз и заключается в том, что суд касационной инстанции пересматривает уже вступившее в законную силу судебное решение, которое вступает в законную силу после апелляционного рассмотрения, после оглашения апелляционного определения по гражданскому делу. Соответствующим образом апелляция пересматривает судебные решения, еще не вступившие в законную силу Поэтому, конечно же, требования к касационному обжалованию намного строже Поскольку, повторюсь, обжалуется судебное решение, вступившее в законную силу, которое уже по своей сути и по своему содержанию имеет силу закона При этом, дорогие друзья, несмотря на строгость касационного обжалования, все-таки есть такая поговорка Глаза боятся, руки делают И, конечно же, я прежде всего советую, если у вас возникла необходимость в касационном обжаловании, обратиться к специалисту Но не у всех есть такая возможность Конечно, современные технологии в режиме онлайн позволяют обратиться к специалисту Вы можете обращаться к нам для составления касационных жалоб Либо для того, чтобы мы проверили уже составленную Либо откорректировали, либо внесли некие правки Наполнили ее юридическим содержанием, позициями высших судебных инстанций и так далее Но некоторые любители юриспруденции И, конечно же, каждый человек имеет на это право Потому что юриспруденция это интереснейшее дело Некоторые предпочитают готовить такие документы самостоятельно Дорогие друзья, это, конечно же, не возбраняется Но при этом необходимо все-таки учитывать, что желательно хотя бы окончательный вариант Согласовать с профессионалом При этом касационная жалоба в касационный суд общей юрисдикции А именно о ней мы сегодня поговорим Подается точно так же, как и апелляционная жалоба через суд первой инстанции Хотя в шапке, конечно же, адресатом указывается касационный суд общей юрисдикции При этом, дорогие друзья, когда подается касационная жалоба в касационный суд общей юрисдикции Ни в коем случае не забывайте выполнить те процессуальные обязанности, которые возлагает законодатель на вас И к таким процессуальным обязанностям относится уплата госпошлины А также рассылка всем сторонам, участвующим в деле, копии касационной жалобы с приложениями тех документов Которых у сторон нет При этом, дорогие друзья, невыполнение тех обязанностей может повлечь за собой оставление без движения касационной жалобы Ну а если не будут эти недостатки устранены в установленный судьей срок То вплоть до возврата касационной жалобы Что повлечет за собой необходимость либо ее переподачи Либо оспаривания судебного решения о возврате касационной жалобы Поэтому до этого лучше не доводить И, дорогие друзья, аргументация, конечно же, должна быть на высоте Не забываем, что касационный суд, он не обсуждает те вопросы, которые выходят за пределы касационной жалобы Поэтому в касационной жалобе необходимо охватить максимальное количество вопросов Там, где вы видите, может быть, некие пробелы, нарушения или иные моменты Которые могут повлечь за собой отмену или изменение не устраивающего вас незаконного решения суда При этом не забываем, дорогие друзья, что в касационном суде общей юрисдикции Вы можете высказать свою позицию И это тоже будет немаловажным Если такой возможности нет, поскольку у нас зачастую касационные суды общей юрисдикции находятся в ином населенном пункте Чем там, где рассматривалось дело Конечно же, тогда можно готовить письменную позицию И я настоятельно рекомендую зачастую это делать Поскольку в большинстве случаев суды уже выходят с неким сложившимся мнением по тому или иному делу На основании документальных изложенных фактов Поэтому я и говорю о том, что качество касационной жалобы должно быть на высоте Чтобы заранее сформировать у суда внутреннее убеждение Вот это, дорогие друзья, те элементы, на которые следует обращать внимание при подготовке касационной жалобы В следующих роликах мы поговорим о том, какого размера должна быть касационная жалоба Какие доводы в обязательном порядке необходимо в ней указывать И, конечно же, дорогие друзья, о нюансах касационной жалобы по отдельным категориям дел Дорогие друзья, напоминаю, что если у вас есть необходимость в составлении тех или иных процессуальных документов Если есть необходимость проконсультировать по тем или иным вопросам Обращайтесь, всегда с удовольствием поможем Поможем в составлении исковых заявлений, апелляционных, касационных жалоб Все контакты в описании к ролику Удачи в делах Счастливо!